Он мешает здесь. Здравствуйте. А что меня не видно, не слышно? Да не видно. Основной цвет зелёный не был, а стрелки не было. На зелёный ехал. На зелёный ехал. На зелёный ехал. Вот видишь здесь секция дополнительная? Она не горит. Зелёный разрешающий. Ну да. Зелёный разрешающий, да. На зелёный проехал. Да, там есть контур. Зелёный указывает прямо. А направо отдельная стрелка загорается. Если на цветопыре есть контур, то можно ехать только в том направлении, куда указывают. А там есть контур? Конечно. Да? А скажите ещё раз. Что именно туда? Ну, видео. Вы хотите там контур видеть? Угу. Наверное, вы увидите, если она выключена. Это значит ничего не нарушит? Да не знаю. Потому что чтобы видеть контур, нужно вживую посмотреть. А я знаю, что он там есть. Поэтому мне на него смотреть не значит. Я вам скажу, если вы хотите посмотреть. Так. Так, так. Я же хочу посмотреть. Вы ознакомились доказательства? Нет. Почему нет. Ну, потому что я вас прошу, покажите мне контур, а вы не показывайте. Не понял. Документ удостоверяющая личность. Для того, чтобы понимать, в отношении кого рассматривается дело. Так, я пока даже не понял причину моей остановки. Если честно. Но то, что вы включили красно-синий, я принял право, остановился. Вы не будете предъявлять? Почему не буду? На законную вымогу, конечно, предъявлю. Только законную вымогу. Или вы предъявляете законно-синий? Хорошо. Вы? Или... Ну, давайте начнем по 35-й сначала. Подозревайтесь в совершении правонарушения. Окей. Это третий пункт, да? Что? Третий пункт. Вопрос в чем? Ну, я вас спрашиваю. Третий пункт? А если пятый или четвертый? Какой пункт? Какой пункт? Еще раз. Я говорю, какой раз такой пункт? Ну, чтоб я знал. Причина законная? Сейчас возьму и прочитаю. Причина законная? Я пока не прочитал. Прочит. Ну, какой пункт? Видно 35-й. Нет. Конечно, буду на законную вымогу. Показывайте и все. Что значит и все? Ну, и все. И дальше будем общаться. Что значит? Так вы не можете определиться, что вы хотите. Так вы не можете определиться с причиной остановки инспектора? Причину остановки, уже инспектор объяснил, уже раз пять. Если не больше. Третий или десятый пункт? По 35-й. Я сейчас. Вам причиневально хоть 20-й. Пятый. Что вам не понятно из того, что вам инспектор сказал? Мне все непонятно. Все непонятно. Все непонятно. Ну, сколько у вас классов образования? А у вас? А какая это? Имеет значение? Ну, конечно. Если вам очевидные вещи непонятные. Может у вас прав нету просто? Я спрашиваю. Может нету. Может не заканчивал. Ну, поэтому будет рассматриваться от этого, исходя от дела. Давайте вы сначала с причиной остановки определитесь? С причиной остановки мы определились еще до того, как вас остановили. А, ну хорошо. Тогда можете пойти сесть в Prius или на Prius. Давайте вы не будете рассказывать. Ну, а вы не будете рассказывать, что вы с причиной остановки определились? Вы нарушили право, Дрога? Нет, я ничего не нарушал. Ну, это ваше мнение. Это мое мнение. Оно законное. Нет, оно здесь не учитывается. А что у нас уже? 62-ю отменили, да? Я еще раз говорю. Здесь принимать... А представьтесь, инспектор. Представьтесь. Вы... Ваше мнение здесь не учитывается. Представьтесь. Нарушили вы или не нарушили. А кто принимает решение тут? Представьтесь. В чем? В законности остановки? Или что? Инспектор управленной полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, явно не вы принимаете решение. На ваше усмотрение вы хотели сказать? Да. Вы можете принять решение, когда осмотрите все доказательства и все остальное. Что вы осмотрели? Вы уже дело начали рассматривать? Да. Дело начали рассматривать? Дело еще не начали. А что вы тогда осматриваете? Мы ознакомились с материалами дела. Так дела нету, но уже материалы дела есть? Есть видео, которое... Уже и презумпция, уже виновен. В смысле виновен. Ну, вы сказали, что я виновен. А что здесь? Они там стоят все время, да? Вы говорите, я уже решил... На стрелку вас остановили? Говорит, что он уже решил, что я нарушил. А на что остановили? Вот там на кормухе на стрелке, да? Не знаю. Проехал на зеленый, а они там далее остановили. Причину третий пункт, десятый пункт. Сначала был третий. Какой пункт? А что десятый вам не нравится? В чем проблем? Третий пункт уже. Не десятый. Нет. Был же десятый пункт. Это имеет значение как и пункт? Имеет, конечно. Имеет значение. Десятый пункт, только он вам не обязан документы показывать. Я еще раз говорю. Ну. Пункт, номер его не важен. Он называется нарушение права дорожного движения. Почему-то? Вы почитаете тридцать пятую часть третью. Пятый, десятый, двадцатый. Нет. Почитаете тридцать пятую часть третью. Объяснили водителю, что он сделал. Вы слышите? Вот знаете, зачем он вас спрашивает? В тридцать пятой части третьей написано, что вы должны назвать конкретную причину остановки, а не ее номер. Ему назвали конкретную. Ну. И причина ее применения. Номер пункта нужно сказать. Нет, применение. Конкретную это значит, как она написана в законе. Ему конкретно объяснили. Еще раз, инспектор. Вы даже из этих десяти статей. Ну, точнее десяти минут. Хорошо. Основания ее применения, пожалуйста. Основания какие? Вы кто вообще? Я гражданин. Ну, гражданин. Да. Вы сейчас мешаете нам общаться с водителем. Вам вопросы задавайте. Вы сказали, что дело не начало рассматриваться. Как я могу вас отвлекать? Ну, при чем здесь рассматривается и не рассматривается? Вы отвлекаете. Ну, вы стоите здесь больше пяти минут. Мне кажется, вы просто так здесь стоите. Или требуете взятку у него, наверное. Не, ну я знаю, что когда останавливаются, нужно фактически уже начинать рассматривать дело. Это судебная практика говорит. У нас нужно сначала понять, с кем я общаюсь, чтобы начать рассматривать дело. Правильно? Не знаю. Нет. А почему? Короче, я с вами со всеми общаться не смогу и не хочу вообще абсолютно. Поэтому давайте... Не общайтесь. Вас что-то просят общаться? А для вас не авторитет? При чем если авторитет нет? Мы представляем интересы данного человека. Вы уже взрослый человек. А такие... Такую верну говорите, что вот стыдно за вас. Правда, просто. У вас вы не вполне... Нет какой-то... Ну... Вы говорите... Вы говорите, я с вами общаться не хочу. Я говорю... Да, я... И вообще возможности со всеми с вами одновременно тут общаться. Понятно или нет? Ну так послушайте сюда, инспектор. Инспектор, сюда послушайте. Пока дело не будет рассматриваться, все люди могут представлять по Конституции интересы данного человека. Вам ясно? Короче, давайте... И будете рассказывать фильмы, посмотреть не тому человеку, который старше вас. А то посмотри. Посмотрим, как ты его рассмотри сейчас дело вообще. Причина сказала... Что там? Ничего там. Что там? Ничего там. Кто вам сказал, что вы виновны? Да вы только что сказали, что уже рассмотрели дело, а что я на руке. Кто рассмотрел дело? Как мы рассмотрели дело, если мы не знаем даже кто вы? Ну так вы умеете как-то рассматривать. Ну давайте посмотрим, что мы уже определились. Давайте будем. Ну вы же отвечайте за свои слова. Давайте посмотрим. Я вам конкретно. Давайте конкретно. А зачем вам документы еще? Давайте конкретно. Вы сказали, я нарушил. Ну вы только что сказали, давайте ответим. Спросите у него, зачем документы сейчас? А зачем документы сейчас? Сейчас, на данный момент. Для того, чтобы удостовериться, с кем мы общаемся. Для чего? Для чего? Для того, чтобы начать... Для рассмотрения... Вы 278 выполнили нормы? 278, чтобы сейчас устанавливать личность вообще. Вы почитайте 278, пять пунктов, пожалуйста. И посмотрите, что вы уже не выполнили. Я стою, да? Не вопрос. Вы устанавливаете личность, перешли уже к 279. А где 278 делать? А то вы будете человеку, который старше вас, рассказывать. Сам стоит ни х**а не знает вообще. И будет что-то рассказывать, кто там фильмов пересмотрел. Законов перечитал человек в таком возрасте. Чтоб от вас беспредельщиков защищаться хоть как-то. А если у вас нет доказов, закрывайте по 247-й и поехали по домам. Хоть 247-й никто ничего не начал рассматриваться еще. Ну, вы же не предъявляете достоинство. Мы сейчас в порядке 214 напишем заявление и все. И внесем ведомости в ЕРДР. По 365-й. Сказал, что у нас ничего нет. Вы только что видео смотрели. Да, я вам показал. А что там, контурную стрелку видно или что? Я вообще не заинтересовался на личность вообще. Ребят, что вы тут как-то в кругу гуляете? Правильно, на зеленой. Никто не говорит, что на красную. Причина в том, что там выкопленная секция в сигнал света. Вы видели в правилах дорожного движения, как должен выглядеть светофор вообще? Водитель, изучая правила дорожного движения, курируется исключительно ими. В правилах дорожного движения все контурные стрелки нарисованы четко и четливо видны. Ночью это у нас не предусмотрено нашими светофорами. И в связи с этим вы должны действовать в интересах граждан, а не для того, чтобы наклепать постановление. Гражданин может решить, что она незаконная согласно Конституции. Он имеет право на воле изъявления и свободу слова вообще. А кто вы такой, чтобы решать, что он не решает? А ну скажите мне. Инспектора, едьте патрулируйте. Ну вы спросили, я вам сказал. Ну смотрите, доказательства оцениваете не вы, правильно? Доказательств нет, еще вы дела не рассматриваете. Не видно вам, не видно. Что вы несете, инспектор вообще? Понимаете? Я ничего не вижу. То есть смысл было бы вообще рассматривать эти видео и доказательства, да? Зачем вы стоите на кормушке, скажите, без включенных проблесковых маячков? Если бы там маячки включили, никто бы туда не ехал бы направо. Если бы даже знали, что там есть контурная стрелка. Что вы ответите на это? Я вам еще раз объясню. Давайте еще раз. Смотрите, на данном видео, которое вы показали. Я думаю, вы это уже выяснили, что не вы оцениваете, что вы там что-то не видите. А кто оценивает? Он вам объяснение дает. Вы вообще в своем уме, я не пойму. Так вообще не разговаривайте с ним. Не разговаривайте с ним вообще. Ему что, говорить еще нельзя? Вы кого себя возомнили, я не пойму. По-моему, только лейтенант. Там вроде не подполковник, нет? Он может говорить что угодно. У вас доказательства должны быть неопровержимые вообще. Вы на базаре сейчас стоите, я не пойму или где. Ну да. Так что, кроме как мы видели, есть какие-то еще аргументы? А у вас есть какие-то аргументы? Задай вопрос, какие еще аргументы у них есть. Кроме дырявого видео, где не видно стрелок, ничего вообще. Сколько там штраф в проезд-перекрет? 425 гривен? 510. 510? А, за 126-ю сколько? 425. Ну так мы не будем вам облегчать работу. Действуйте в рамках 126-й, пожалуйста. Устанавливайте личность, составляйте материал, приглашайте сюда. Обеспечьте защитой человека, пожалуйста. Судебную практику тоже почитайте, последнюю. Решаете вы или какой-то закон? Барный закон. Все-таки у вас в любой цивилизованной стране решается это там. Вы... Свободой слова решается вообще. Конституцию почитай. Обморок. Водительская там или там любой документ подозрит уставил свою личность, да? Там инспектор уже решает, рассматривает дело, решает, принимает решение, что там... будет делать, выписывать, не выписывать и так далее. Вы уже с этим идете в суд и обжалуетесь. Вот так вот делается в цивилизованных странах. В цивилизованных странах, там где нет коррупции, может быть. А вы чем пользуетесь? То есть он считать так имеет право, инспектор? Он имеет право так считать, что ваши действия незаконные? Вот задайте вопрос. Я имею право считать, что ваши действия незаконные? На какое? Право имеет он считать ваши действия незаконные? По конституции? Вы можете думать все, что... Не в суд, а вот... Отлично. Вот ты и говоришь, что я считаю ваши действия незаконные, из-за этого не предъявляю пока документы. На законную вымогу буду предъявлять. Пусть хотят составлять 126-ю. У них есть статья, по которой они должны оштрафовать. Я то же самое вам не сказал. Не вы решаете здесь... И не вы решаете вообще. Это суд решает. Понимаете? Если человек не порушил, какой суд? Зачем тогда нам полиция? Зачем тогда нам полиция, если у нас решают... Инспектор, у вас все криво получается. Вы посчитали, что он нарушил, составляйте за проезд перекрестка. Считаете, что он правомерно не показывает документы, составляйте 126-ю. Что вы стоите торгуетесь, как на базаре? А я смотрю, вы кем? Реализатором работали? Хоть бы фильмы лучше посмотрели. Просто у нас привыкли все спорить с полицией и все. Но это ненормально. А вы привыкли выписывать... То есть ненормально? Что значит ненормально, я не пойму. У нас что полицейская государство, чтобы с вами не спорить или что? Да мы будем здесь отстаивать. У нас нет прав на дороге или что? Не на дороге. Так почитайте 268-ю вообще. Что там имеет право водитель? На дороге свои права не отстаивают. А зачем вы тогда права даете водителю по 268-й? Если вы хотите воспользоваться документами, с вами правами, пожалуйста, адвокатом переводите. Ну так обеспечьте адвокатом вообще. Обеспечьте защитой человека. Нужно без проблем. Давайте переводчика давайте. Вы на государственном языке разговариваете? Конечно. А чем вы закон нарушаете? Вы со своих нарушений начните. Занимайтесь. Вы на проезжей части, без жилеток, без масок находитесь. Ну так это что, трудности граждан? Может вы будете в интересах граждан работать, кому присягу давали? Или вы руководителю дали присягу? Я предлагаю задержать человека для установления личности. Временно ограничить? Да. Он будет ограничен согласно чего? Норма закона. Вы когда хотелку свою включаете, мы на все отказываем. А когда вы будете требования говорить, то ссылайтесь на норму закона. Что вы временно ограничиваете. Так вы будете у меня договор проверять или нет? Компания ваших болельщиц. Болельщиц? Наверное. Мы граждане для вас. Слышишь ты обморок? Вы там ничего не перепутал. Болельщиц. Вот как вы оцениваете? Собрались, вы поэтому не хотите. Ну а по какой причине вы не хотите? Почему вы решаете? Я вам конкретно понял, это будет законно. Да это позор, пацаны. Законно или незаконно, это не вы решаете. Люди, кто там смотрит? Это позор управления патрульной полиции. Это будет законно умом, а он сказал, я дедактор с него предоставляю. А как фамилия его? Как фамилия его? Я не знаю. Представьтесь, пожалуйста, еще раз. Ну на видео посмотрите. Ну представьтесь инспектора. Мне представьтесь. Или вы не инспектор. Давайте я документы вам еще раз покажу. Буренко Дмитрий Викторович. Должен. Инспектор УПП в Таркевской области. Буренко. ККП 013929. В общем, это Снежана, короче. Из-за того, что не умеет служить болельщицам, да? Как он там сказал? Да, болельщицам. Будет отныне Снежана, пусть будет Снежана, Буренко. Сейчас посмотрим, как будет рассматривать дело по 126-й и по 120... Какая там за проезд перекрестка? Не важно. И посмотрим, как они будут стоять и вот так вот, руки сложа, тратить налогоплательщиков деньги. Вы ж не забудьте в рамках дела опросить свидетелей. Мы скажем, что там контурной стрелки не было, когда проезжал этот автомобиль. Мы ехали все сзади. Вызывайте под ногу, мамку зовите. В кавычках. Так они ж на кормушке стоят. Они ж стоят, чтоб проблестковые там включить. Никто ж ехать не будет, кто знает, что там контурка есть. Понимаешь? Нет, стоят же ждут, вдруг не заметят. Не местные, вот как, понимаешь? Сказали только Зарянские одно чудо, понимаете? Я выпишу, отойдем сюда. Ага, да. Вы ничего не решаете, вы ничего... Мне все равно, что вы говорите. А что это такое? Инспектор, я вам как гражданин говорю. Едьте, служите народу Украины. Вы стоите сейчас здесь с нами 20 минут, ничего не делаете. Вообще ничего. Никаких действий, ноль. Я не занимаюсь. Чем вы занимаетесь? Мы должны ездить по дорогам, честно. Какие люди? А такая полиция не должна служить, которая стоит на коммуне. А что с ним? Он что, пьяный или что? Что с ним такое? Дело нарушают. Для того, чтобы вы уже предвзято относитесь. Если вы даже начнете дело рассматривать, мы будем всех ототальствовать вашему отводу. Вы уже сказали. Не я его буду рассматривать. А зачем вы разговариваете с ним тогда? Я разговариваю, а что мне нельзя разговаривать? Нельзя. Вы должны тогда того коллегу прикрывать, который будет дело рассматривать. Вы что, остановили патрундец водителя? Вы же ему третий пункт объявили. Третий пункт – это нужно рассматривать дело. У вас есть неопровержимые доказы и информация еще до порушения. Я не хочу с вами разговаривать. А я хочу с вами разговаривать. Но вы же на службе. Вы же на службе. Вы должны отвечать на вопросы граждан. Что значит вы не хотите? Вы должны стойко, уверенно переноситься тяготы и лишения вашей полицейской службы. Присягу давно знали? Или читали? Я уверен, что вы 100% ее не знаете наизусть. А то дали присягу именно руководителя. Мы постановы наклепаем, а те прикроют им заднее место. Для того, чтобы в судах потом, после суды, когда отмазывают, их не наказывали. Жалоб прилетит столько, что накажут. Дисциплинарно накажут. Вы едете по этим дорогам. Буренко, нормально уже не получится. Что-то ей выяснять. Для чего это вообще? Не должен знать. А вдруг ее сегодня отменили, эту контурную стрелку? Ты скажи, что нужно ездить по правилам дорожного движения, а не того, что знаешь местность. Он вообще себя слышит. Это старые гаишники, так все разоваривали. Вы что, тут первый раз едете, не знаете этих ям, что вы виляете? Задайте вопрос. Они постоянно там на кормушке стоят? Постоянно. Я сегодня там три раза проезжаю и не стоят. Либо там и едут сюда останавливают. На одном и том же месте. Тут километраж небольшой выходит. Круг такой. Раз, два, три и пошел. Инспектор Буренко, не будьте Снежаной, а будьте мужчиной. Либо рассмотрите дело, либо имейте смелость извиниться и отпустить водителя. А не стойте измором, берите, как делали это гаишники. И вы держите в плену сейчас и задерживаете водителя, который может сейчас нести материальный ущерб. Олицетворение управления патрульной полицией в Харьковской области. Полицейский Буренко. Полицейский, а что состояние? Который даже не может различить мужской пол от женского с виду вообще. Не, ну это надо тоже поговорить. Да то поговорить ты шо, ты ему сейчас что-то скажешь, он пойдет сейчас как по терпильскому фразу писать заявление. У них же сейчас такая мода в полиции. Заболели, сейчас мы можем прислать вам официальное письмо от нашей общественной организации и пригласить вас на спортивные мероприятия. Чего? На спортивные мероприятия можно соревноваться в чем угодно, раз вы в законах не можете соревноваться. Перетяжка каната. В шахматах. В шахматах можно. Перетяжка каната, в шахматы можно. Давайте я с вами сейчас сыграю. Вы отпустите, я скажу наизусть вашу присягу и вы. И давайте посмотрим кто выиграет. Вот банальное состязание. Мы сейчас ни в поле еще делся не играем. Да правильно, то что вы ее не знаете нифига. Не знаете. Вот это стыд и позор. Вот и все. И вы говорите, чтоб тут водитель сейчас предоставлял что? Просто у вас не должно быть приятные отношения. Не видно номеров автомобиля. Для них нет возможности установить конкретно этот автомобиль был или нет? Рассматривал, начинал общаться. Я в принципе просто патрундил. Качество видео не позволяет установить. Этот автомобиль там нарушил. Будьте добры, извиняйтесь и едьте дальше патрулируйте. Служите народу Украины. Вы задержали человека на 20 минут незаконно. Если это незаконно, можете написать жалобу на меня. Так вы должны извиниться. Инспектора, извинитесь и едьте служите дальше народу. Только нет возможности доказательств. Ну вот смотрите, вы в данный момент говорите, что нет доказательств. И поэтому что? Вы незаконно остановили. Поэтому что? Поэтому что? Поэтому убедились, что не этот автомобиль смогут видеть. Будьте мужчинами, извинитесь перед водителем. Или все уже, заднюю некуда давать. Вы глупее выглядите этим. Я вам буду благодарен за это. Это документы не показывают. Мои данные у вас есть? Если у вас какие-то желания написать жалобы, вы знаете ли это? Нет, смотрите. Я открою постановление о закрытии. Я не знаю. Я открою постановление о закрытии. Сейчас... Гуцеляка, кстати, суд обязал вынести постановление о закрытии. Так оно может закрыться не на начавших. Доказы являются недействительными. Вы оценили доказательств. Правильно? Посмотрел видео. Вы посмотрели видео, оценили доказательств. Смотрите. По... 251-й доказательств. Под видеофиксацией мы показываем. Да, да. Спасибо. Правильно? Будьте фактичны, да. Будьте фактичны, да. Вы ссылались на 251-й и по 252-й оценили видео. И решили, что данное видео... Ну... Ну, и вы считаете, что доказательств недостаточно, да? Ну, да, да. Да, недостаточно. Ну, ты винить не меня, думаю. Всё, Юр, заводи мне. Да, всего хорошего, до свидания. Инспектор Брестка, можно? Может, вы извинитесь заболельчатся? Ну, нельзя извиниться заболельчатся, а? А как, если воженским полом обозвать? Как вы не свидетельники не думаете? Если воженским полом обозвать, вас не обидите? Я, может, оговорил? Нет, болель. Если люди оговариваются, они извиняются. Извините, я оговорился. Я оживлю. Ну, мы вас оскорбляли. Ну, нет, ну, если вас бы называли женским полом, ну, как бы, я думаю, вам было бы обидно. Я вас не называл женским полом. Я говорился. Пять человек слышали, как вы назвали нас. Ну, все, извиняться не хотят. Что, мы они не извиняются. Все, Снежана, Юля, до свидания. Десятая, так десятая. Какая статья? Третья? Десятая? Пятая? А, и лампы. Снежана, счастливо! До новых встреч! Юля тоже, Мартынова и Буренко. Итак, вот, новые звезды Ютуба, Инстаграма и всего остального. Буренко и Мартынова. Что хочешь сказать о квалификации? Квалификация нулевая. По 35-й инспектора минут 15 пытались понять, какая статья. И называли любую причину. Третья, пятая, десятая. Потом, когда увидели бляху, десятая, я попросил их проверяйте. Причем только покажи документы и все. А без разницы, какая статья? Короче, в итоге они слились и обращение, кстати, к Алене Олеговне. Алена Олеговна, вы видите? Десятая причина остановки и полицейские отпускают блях. Че это? Вы не знаете так? Ужас. Ужас. Надо наказать Буренко и Мартынов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова